добрый день дорогие зрители я рад вас приветствовать на своем канале сегодня мы поговорим об анемии анемии это достаточно частое явление которое встречается среди пациентов достаточно распространенный синдром и с чего мне хотелось все-таки начать знакомство с этой распространенной пара проблемы а хотелось бы начать с того с понимания точнее что анемии все-таки это синдром клинический синдром который характеризуется снижением уровня гемоглобина гемоглобин всем известен то есть когда мы сдаем общий анализ крови гемоглобин это один из основных показателей которые мы оцениваем поэтому если у человека снижен гемоглобин то это явление называется анемии норма гемоглобина я взял из клинических рекомендаций вот на сегодняшний день вот такие нормы гемоглобина для мужчин и женщин и детей второе что нужно понять что анемии все-таки это не заболевание это синдром которые как раз как раз таки сопровождает большое количество заболеваний они могут быть связанных как заболеваниями крови так и заболеваниями крови не связаны то есть какие заболевания могут приводить к анемии ну конечно же это различные заболевания крови, это нарушение питания, это различные кровопотери, это проблемы с желудочно-кишечным трактом, это различные инфекционные заболевания. То есть, огромное количество заболеваний, огромное количество ситуаций, при которых уровень гемоглобина может снижаться. Собственно, поэтому очень важно правильно диагностировать анемию, понять, какая это анемия, из-за чего она возникла, и уже прицельно бить по именно причине возникновения. То есть, если у вас гемоглобин высокий, не нужно кушать гранат и мясо, и надеяться, что он повысится. То есть, надо найти причину, почему всё-таки гемоглобин снизился. А для чего нужен гемоглобин? Гемоглобин, как мы знаем, он переносит кислород к нашим органам и тканям. Соответственно, чем меньше гемоглобина, тем меньше наши органы и ткани получают тот самый необходимый кислород для жизни. То есть, они начинают страдать от дефицита кислорода. Как всё-таки понять, что у человека есть анемия или нет? Нормы вы уже увидели, поэтому смело сдаёте общий анализ крови. Он очень распространён, этот анализ, то есть, есть в любой поликлинике, в любой частной лаборатории. Анализ, он один из самых дешёвых, я думаю. Сдаёте анализ крови и смотрите уровень гемоглобина. То есть, либо его прописывают русскими словами гемоглобина, либо пишут английский H-E-B, то есть, H-B. Это прошуруется как гемоглобин. Поэтому спокойно можете посмотреть уровень гемоглобина и понять всё-таки, вот укладывать силы в эти критерии или нет. То есть, если у вас гемоглобин ниже нормы, то в таком случае, конечно, нужно дальнейшее уже обследование. То есть, понять причину, почему у вас снижен гемоглобин. Ещё раз повторю, сниженный гемоглобин – это не норма. Он не должен быть снижен. Нужно на это обязательно обращать внимание. Если вы обнаружили у себя низкий уровень гемоглобина, конечно, лучше обратиться к доктору. Для того, чтобы он собрал у вас подробный анамнез, то есть, расспросил вас о вашей жизни, были ли какие-то кровопотери. Может быть, это какие-то обильные менструации или там носовые кровотечения. То есть, я ещё раз повторюсь, причин для анемии может быть много. Для этого нужно, конечно, чтобы доктор собрал подробный анамнез. После этого я бы рекомендовал, это можно, в принципе, сделать самостоятельно. Это небольшой такой лайфхак. То есть, если у вас есть на руках общий анализ крови, вы можете посчитать такой показатель, который называется цветовой показатель. Или, как пишется, он ЦП. Что это такое? Цветовой показатель – это насыщение эритроцитов гемоглобином. То есть, он рассчитывается очень просто. Вы берёте уровень гемоглобина, например, 135, умножайте этот показатель на 3, и делите на количество эритроцитов без запятой. То есть, эритроциты, как правило, пишутся, например, 4,75 или 3,89. То есть, вы эту точку в запятую выбираете и делите уровень гемоглобина умножения на 3 на количество эритроцитов. То есть, например, 389. У вас получится цветовой показатель. В норме он составляет от 0,85 до 1,05. Вот если цветовой показатель у вас укладывается в это значение, но при этом гемоглобин снижен, то это нормохромная аномия называется. Если же выше, то это гиперхромная аномия. Если цветовой показатель ниже, то это гипохромная аномия. И таким образом мы разделяем аномию уже на 3 основные группы. Для чего это нужно? Для того, чтобы все-таки правильно поставить диагноз. Если у вас уровень цветового показателя выше 1,05, то с большой долей вероятности, еще раз повторюсь, это не 100%, но с большой долей вероятности на 90%, у вас дефицит витамина В12. Так называемая В12 дефицитная аномия. Если у вас гипохромная аномия, то с 95% вероятностью у вас будет дефицит железа, то есть железодефицитная аномия. Это очень важно, потому что зачастую при низком уровне гемоглобина назначаются сходу препараты железа. Это, конечно, неправильно. Нужно все-таки понять, какая это аномия и после этого уже принимать решение. То есть, если у вас гипохромная аномия, 100% надо проверять уровень железа. То есть, там несколько показателей. Сыворочное железо, ферритин. Там около 3-4 параметров основных. Я думаю, в лаборатории вам не подскажут, как эти параметры называются. На них мы сейчас останавливаться не будем. Но вы должны понимать, что если у вас гипохромная аномия, то это связано с дефицитом железа. Ну, еще раз повторюсь, это не 100%, но на 95% это связано с дефицитом железа. Большинство аномий, они, как правило, будут связаны с дефицитом железа. То есть, по большей своей части понятно, что не 100%. Если у вас в нормах гипохромная аномия, то это может быть вследствие какой-то кровопотери, либо заболеваний крови, например. Так или иначе, проблемами аномии должен заниматься, конечно, доктор. Самостоятельно себе препарата ни в коем случае назначать не стоит. Даже если вы поняли, что, например, у вас B12-дефицит на аномии, то целесообразнее проверить уровень витамина B12. После этого уже вам назначат препарат B12, его можно спокойно проколоть, и уровень гемоглобина восстановится. Но еще раз повторюсь, даже если вы определились, что у вас, например, железодефицит на аномии или B12-дефицит на аномии, нужно все-таки установить причину. Просто так уровень железа или витамина B12, он не снижается. Какая-то все-таки причина есть. Может быть, это особенности питания, может еще что-то. То есть, причин, еще раз повторюсь, может быть много. Как же проявляется аномия? Проявление аномии достаточно большое количество. То есть, все эти симптомы, я думаю, каждый из нас в жизни хоть раз испытывал, но не факт, что у нас аномия. То есть, и все зависит, конечно, от уровня. Чем больше дефицит гемоглобина, тем более выраженные будут симптомы. Значит, на начальном этапе может быть вообще никак не проявляться. Потом появляется какая-то слабость, то есть вялость, отсутствие сил, слабость в ногах, может быть повышение пульса, то есть тахикардия. В более тяжелых случаях может возникать одышка. То есть, клинические симптомы, они достаточно такие смазанные и при многих заболеваниях могут быть. Поэтому, если у вас, скажем, появилась слабость какая-то нерегулярная, не факт, что у вас аномия. Ну, в любом случае, любой, я думаю, даже здоровый человек раз в год должен общий анализ крови, наверное, сдавать после 18 лет для того, чтобы какие-то базовые параметры все равно оценивать. Поэтому целесообразие, наверное, диспансеризацию все-таки проходить для того, чтобы хотя бы какие-то элементарные вещи мы могли посмотреть. Теперь давайте остановимся на лечении. Как все-таки лечить аномию? Еще раз повторюсь, для того, чтобы правильно назначить лечение, нужно выяснить причину. А для этого нужно все-таки с доктором провести беседу, чтобы он подробно выяснил ваш анамнез и понял, в чем же все-таки причина. Если все-таки это связано с дефицитом железа, например, вы определили, что у вас гипохромная аномия, у вас дефицит железа, сдали, например, анализ на железо, то тогда, да, действительно имеет смысл пропить препараты железа для того, чтобы поднять уровень гемоглобина. Если же все-таки, например, связано с кровопотери, например, вследствие обидных менструбаций, тогда целесообразнее обратиться к гинекологу для лечения основного заболевания, возможно. Если же это, например, витамин В12, то можно проколоть витамин В12 курсом и, то есть, таким образом восстановить уровень гемоглобина. Самое главное – это правильное назначенное лечение. Еще раз повторюсь, вариантов анемии их огромное количество, заболеваний, которые их вызывают, предостаточно, поэтому запутаться очень легко. Но вот какие-то базовые вещи вы все равно должны знать, особенно вот про гипохромные или гиперхромные анемии, поэтому цветовой показатель можно спокойно в домашних условиях рассчитать, если у вас есть на руках анализ крови, и понять, какая же все-таки у вас анемия, по крайней мере, в каком направлении вам двигаться. Я надеюсь, это видео было для вас полезным. Оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, пишите, какие еще темы вы хотели бы услышать. Я постараюсь на них обязательно снять видео. Всего хорошего, не болейте.